Тема лекции. Реологические исследования зубочелюстной системы. Прежде чем читать лекцию, я хочу вам напомнить о тех вопросах, которые вы получите на дифференцированном зачёте. Запишите. Первый вопрос. Реологические методы исследования зубов и челюстей. Второй вопрос. Реологическая симптоматика заболевания зубов и челюстей, проявляющаяся, первое, убылью костного вещества, второе, прибылью костного вещества. Это два теоретических вопроса. И получите три рентгенограммы зубочелюстной области. Первая рентгенограмма будет отражать воспалительные изменения в верхней и нижней челюсти. Вторая рентгенограмма будет отражать опухлевое и кистозное поражение в верхней и нижней челюсти. И третья рентгенограмма – травматическое поражение зубов и челюстей с возможными их осложнениями. На все эти три вопроса вы должны будете ответить. А изменения в костях и в зубах вы должны зарисовать, описать и поставить диагноз. План лекции. Первая рентгеногическая симптоматика заболевания костей зубочелюстной системы. Второй вопрос. Рентгеногические методы исследования зубочелюстной области. Третий вопрос. Воспалительные заболевания зубочелюстной области. Четвертый – остомиелит челюсти. И пятый – травматические поражения зубочелюстной области. То есть, как вам понятно, эти вопросы все будут у вас на дифференцированном зачете. Поэтому прошу вас записывать и рисовать изображения, которые будут представлены в процессе этой лекции. Рентгеногический метод занимает ведущее место в комплексе обследования больных с заболеванием челюстно-лицевой области. Этот метод позволяет первое – диагностировать заболевания, то есть, выявить и получить изображение, визуализировать клинически неопределяемые патологические процессы. Второй вопрос – оценить качество и достаточность проводимых лечебных мероприятий. Третий метод позволяет своевременно выявить возможные осложнения патологических изменений в костях. И четвертое – рентгенограмм. И четвертое – рентгенограмм. Оценить Оценить Эффективность Проводимых лечебных мероприятий. Представлен дентальный компьютерный томограф. Процесс рентгеновской техники Не мог не отразиться на методических подходах К исследованию зубочелюстной области. Методы рентгенологического исследования Все писать в столбик. Первая группа методов Без применения контрастных веществ. К ним относятся Внеротовая, то есть экстраоральная рентгенография. Второй вопрос. Внутриротовая, то есть интраоральная рентгенография. Томография. Томография. Панорамная томография. Панорамная рентгенография. Вторая группа методов с применением контрастных Веществ. К ним относятся сиалография. Ангиография. Ангиография. Гайморография. Гайморография. Кистография. 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 Лимфография. Альтерография. Альтерография. Специальные методы выполняются на специальной рентгеновской аппаратуре, которая позволяет получить, произвести панорамную рентгенографию верхней и нижней челюсти с увеличением, ортопантотомографию, радиовизиографию, дентальная компьютерная 3D томография, то есть трехмерная томография. Телерингенография – это производство снимка на расстоянии, которое позволяет получить истинные размеры, истинную величину зубов, и ангиографию, онтропантотомография. Это панорамная томография и зонография. Это развернутое изображение челюстей. Позволяет возможным оценить на одном снимке состояние всех зубов, сменном прикусе, зачатке постоянных зубов, переопекальной ткани, парадонт, верхнечелюстные синусы, крылонёбной ямки, нижний челюстной сустав. ВНЧС – это височно-нижний челюстной сустав. Представлена панорамная томография. На панорамной томографии – ортопантомограмме. Получается изображение, я уже говорил, всей зубочелюстной системы, с увеличением приблизительно на 30%. Как вы видите, видны все отделы нижней челюсти. Альвалярная бухта, взаимоотношения корней зубов с дном верхней челюстной пазухи, что очень важно. Элементы крылонёбной пазухи, крыловидной отростки основной кости. задние отделы пазухи находятся за пределами выделяемого слоя. информативность метода позволяет рекомендовать его, что очень важно, при травмах, воспалительных заболеваниях зубочелюстной области, подозрения на кисты, новообразований и т.д. Представлено изображение и проводима методика. Вы видите, анод в небольших размерах помещается в полость рта, а пленка изогнутая располагается вокруг наружной поверхности зубов. Здесь представлена панорамная рентгенограмма верхней челюсти восьмилетнего ребёнка с увеличением. Видны кистозные поражения в области челюсти. Ортопантотомограмма, как я уже говорил, представляет объёмное изображение всей зубочелюстной области и верхней и нижней челюсти с патологическими изменениями в виде кистозных образований в области челюстей, которые представлены просветлением, т.е. чёрным изображением. Панорамная рентгенограмма нижней челюсти в прямой проекте с увеличением. Видны изменения в зубах в виде кариозных поражений и в корнях зубов. Зонография. Зона это по-гречески означает писать, графия изображения. Это разновидность томографии, при которой получают изображение слоёв большей толщины, большей толщины костной ткани, используя для этого меньше углы вращения трубки и рентгеновской плёнки. Томография. Послойное исследование зубочелесной области, который позволяет детализировать патологические процессы, детализировать структуру патологических процессов, при поражении зубов и телюстей. Обязательно в стоматологии применяется, подчеркните, ультразвуковое исследование. Метод основан на эффекте регистрации отражённого ультразвукового излучения в пределах 1-2 МГц и формирования линейного статического или многомерного динамического изображения. Метод УЗИ отличается безвредностью, большой информативностью, при изучении мягких тканей, подчеркните, мягких тканей. Широко используется при диагностике заболеваний слюнных желёз, патологии мягких тканей шеи, лимфоузлов, подчелюстных, шейных. Схема изображения нормального зуба на рентгенограмме. Зарисуйте эту схему. Выведите трубку, от анода отлучается расходящимся пучком лучи и при снимке зуба получается изображение в верхней коронке зуба, она представляется плотной, и пульпа зуба в виде просветления. Зарисовать обязательно. Схема изображения зуба и прилежащих тканей кости. Тоже зарисовать. Вверху эмаль в виде плотность изображения. Дальше дентин. Второе, да. Третья полость зуба с пульпой в виде просветления. Здесь негативное изображение, обратное изображение. Четвертый периодонт. Пятая компактная пластинка стенки лунки зуба. Шестой альволярный край. И седьмое губчатое вещество кости. Зарисовать, обозначить все детали зуба и прилежащие ткани челюсти. Схема нормальной челюсти. Боковой проекции. Обязательно зарисовать и описать все обозначения. Так как при описании изменения в челюсти вы должны локализовать патологический процесс. Поэтому вы должны знать все отделы, в данном случае, нижней челюсти. Для того, чтобы могли, повторяю, детально локализовать патологические поражения в нижней челюсти. Зарисовать с обозначениями. Внизу вы видите белый плод над корком вещество челюсти. Первое. Это корковещество нижней челюсти. Дальше, под номером два, это восходящий ветвь нижней челюсти. Третий угол нижней челюсти. Четвертый мышелковый отросток. Пятый венечный отросток. Четвертый суставная головка. Седьмая вырезка. Восьмой это нижний челюстной канал. Это сосуд. Это норма. Представлен в виде просветления. Девятое подбородочное отверстие этого сосуда. Десятое. Десятое. Осевая проекция тела челюсти. И одиннадцатый зачаток восьмого зуба. Кто не успел зарисовать, можно сделать на снимке. Произведите рентгеноснимок этой челюсти. Повторяю. Со всеми обозначениями различных отделов нижней челюсти. Повторяю. Это нормальная картина нижней челюсти. С изображения нормальных зубов. Видите здесь коронка зуба дантин. Вот белая это плотная. А внизу пульпа черная. Это просветление. В виде просветления, повторяю, видно и канал сосуда. Нижний челюстной канал. Следующий раздел рентгенсимптоматика, рентгенсиммиотика, заболевания костно-суставной системы. Симптомы заболевания кости. Кость в организме, вы знаете, следует представлять, как постоянно изменяющийся процесс на протяжении всей жизни человека. В кости постоянно происходит два взаимопротивоположных процесса. Кости образования, то есть созидания и кости разрушения тканей. Процессы кости образования обусловлены функцией клеток остаобластов. Процессы разрушения обусловлены функцией клеток остаобластов. В норме эти два процесса уравновеживают друг друга. И нам кажется, все время кости неизмененные. При патологических процессах, при заболеваниях в костях эти взаимоотношения, созидания и разрушения нарушаются. И в патологических процессах эти нарушения, кости образования, кости разрушения, приводят к изменениям костной ткани. Которые проявляются, эти изменения, определенными реологическими изображениями, то есть определенными реологическими симптомами. Повторяю, при патологических процессах, нарушение кости образования, кости разрушения, приводят к анатомическим изменениям в кости, которые проявляются реологическими изображениями и называются симптомами заболевания костей. Все эти симптомы, патологические изменения, можно разделить на две группы симптомов. Первая группа симптомов проявляется процессами в костях, увеличением костного вещества. Вторая группа реологических симптомов проявляется процессами в костях, увеличением костного вещества. Вот эти две группы рентгеновских симптомов. К первой группе, то есть к патологическим процессам, проявляющимся уменьшением костного вещества, относится. Писать также вот в столбик, чтобы вам было понятно. Остопороз. Дальше атрофия. Деструкция. Полостное образование. Полость. Дефекты кости. И остеолиз. Вот эта группа рентгеновских симптомов проявляющихся уменьшением костного вещества. Краткая характеристика. Остопороз досрочно, дословно переводится как редкая кость. Остопороз. Редкая кость. Это нарушение костной ткани вследствие нарушения равновесия между кости образующимися и кости разрушающимися процессами. Престопорозия происходит. Истончение костных балок, костных тробекул. Истончение. Второе разрушение некоторых костных тробекул. Это приводит к расширению промежутков между костными тробекулами. Их становится меньше, а оставшиеся становятся тонкими. И кость становится редкой. Одновременно с этим происходит истончение компактного слоя кости, то есть поверхности, в частности нижней челюсти. Исчезавшие участки костной ткани замещаются кровью, жиром, костным мозгом, который не поглощает рентгеновской ткани, рентгеновских лучей. Одновременно с этим в трубчатых костях происходит расширение костно-мозгового канала. Так как компактный слой, я уже говорил, истончается. Здесь представлен анатомический срез остеопаратического изменения в костях. Вы видите тробекулы отдельно сохранившиеся костные балки. Это белая плотная. И промежутки между ними, даже с кистозными образованиями, в виде просветления черное. Стоматологи обычно говорят, происходит или отмечается рарификация костной ткани. Рарификация, что означает разрежение. Редкая кость. По распространенности различает остеопороз. Остеопороз. Локальный, местный. Регионарный. То есть в определенной анатомической области. Например, в область сустава. Регионарный. В костях определенного сустава. Может быть распространенный остеопороз. Остеопороз. Который распространяется на все кости конечности. И может быть системный остеопороз. Когда отмечается разрежение всего скелета, костей всего скелета. Как правило, это наблюдается при эндокринной патологии. По характеру реньезов картины. Остеопороз различают очагово-пятнистый. Второй диффузный или сплошной. Третий смешанный. Третий смешанный. Обычно очаговый остеопороз – это раннее изменение костной структуры. Начальное изменение костной структуры. При выраженных, остро и тяжело протекающих процессах. Очаговый остеопороз. Или пятнистый остеопороз. Повторяется ранняя стадия остеопородической перестройки костной ткани при патологических процессах. Ранняя стадия. Начальная стадия. Постепенно, по мере заболевания, пятнистый остеопороз очаговый переходит в диффузный остеопороз. Диффузный остеопороз – это сплошной остеопороз. Переставляясь на ренограмме равномерным понижением прозрачности костной структуры. Подчеркнутостью, более выраженностью, больше выраженностью критикального слоя на фоне разреженной костной ткани рядом расположенных участков. Структура костной ткани становится прозрачной, стеклянной в кавычках. Иногда плотность кости приравнивается к плотности рядом расположенных в мягких тканях, что говорит о значительном понижении плотности костной структуры при диффузном остеопорозе. В Калифорнийском мединституте существует тест для студентов. При каком симптоме наблюдается, отмечается наличие кости без кости? Слышите, да? Кость без кости. То есть структура кости приравнивается, я уже сказал, к плотности мягких тканей. Это при диффузном остеопорозе. Является, повторяюсь, продолжением развития очагового остеопороза. По мере течения заболевания. Второй симптом этой группы атрофея кости. Это уменьшение костного вещества, то есть остеопороз, с уменьшением объема кости, с уменьшением ее толщины. То есть атрофея кости от остеопороза отличается объемным количественным наличием. Различает атрофею концентрическую и эксцентрическую. Концентрическое уменьшением толщины кости, уменьшением компактного слоя и костно-мозгового канала. Эксцентрическая атрофея проявляется более выраженным истончением компактного, критикального слоя. Что приводит к расширению костно-мозгового канала. Костно-атрофея это сочетание ринологических признаков остеопороза и уменьшением толщины, то есть размеров кости. Это приобретенный процесс атрофея. Иногда он бывает физиологическим. В зубной практике это атрофея старческая нижней челюсти беззубой у лиц пожилого возраста. Врожденное уменьшение кости в объеме называется гипополазией. В основе остеопороза и атрофии лежит нервная теория. Это связано с нарушением иннервации. Что было доказано отечественным ученым Разумовским в 1883 году. Он перерезал нервы подопытным животным и отмечал при нарушении нервации отмечается разрежение костной ткани и атрофия. В практике, например, это встречается атрофей культи в нижней конечности при длительно наблюдающем болевом синдроме. Следующий симптом это группа деструкция. Деструкция Это разрушение костной ткани с заменой ее патологической тканью. Например, гноем, обхлевидной тканью, грануляциями, липоидными соединениями и так далее. Деструктивные изменения в костях на ринограммах представляются дефектами костной ткани. Так как замещенная часть разрушенной кости, гноем, обхлевидная грануляция, липоидные соединения не поглощают лучи. Поэтому деструкция видна в виде просветления, в виде дефекта тканей. Деструктивные изменения в виде полного расплавления. Расплавление подчеркиваю. То есть исчезновение костной ткани называется остеолизом. Это расплавление костной ткани. Наблюдается при отдельных патологических процессах. Чаще всего при остеоли, при сирингомилии. Полость на ринограмме представляется просветлением с ровными четкими контурами и с ободком остеосклероза вокруг. На ринограмме видна в виде просветления, четкими ровными контурами. Дефект повторяет ограниченное отсутствие участка кости. На ринограмме определяется просветлением тоже, окруженное нормальной костной тканью, с ровными или неровными контурами. Остеолиз это, повторяюсь, полное обычно асептическое исчезновение всех костных структур. Асептическое. Я уже говорил, наблюдается при сирингомилии. Как правило, остеолизу подвергаются периферические отделы костей скелета, ногтевые фаланги, кисти и стопы, пяточного бугра, иногда верхней части плечевой кости. Полное отсутствие участка кости вследствие остеолиза. Вторая группа рентгенз симптомов проявляется увеличением костного вещества. К ним относятся, вот так же обозначен, как здесь на схеме представлено, пероостус, клероз, второй гиперостоз, эбурнация, экзостоз, эностос, перооститы. Краткая их характеристика. ОСТОСКЛЕРОЗ Это уплотнение костной ткани, за счет увеличения костных балок, в объеме, за счет увеличения количества костных балок. В результате этого они плотнее прилегают друг к другу, и кость становится плотной. Нарин и на грамме представляется уплотнением костной ткани, с утолщением критикального слоя, и вследствие это ясно с сужением костно-мозгового канала. Высшая степень ОСТОСКЛЕРОЗа называется эбурнацией, или слоновостью. При этой степени высшая ОСТОСКЛЕРОЗа слоновости отмечается в трубчатых костях полное исчезновение костно-мозгового канала. Кость становится плотной на всем протяжении. Гиперостоз это увеличение кости в объеме. Гиперостоз прямо противоложен процессу какому? Атрофическому. Там уменьшение кости в объеме, здесь увеличение кости в объеме. ОСТОСКЛЕРОЗ прямо противоложен процессу какому? ОСТОПОРОЗУ. Там разрежение костной ткани, здесь наоборот уплотнение костной ткани. Увеличение кости в объеме, то есть гиперостоз происходит за счет хронического воспалительного процесса в кости при котором происходит воспаление над костницы переостит в комбиальном слое который откладывается известь постепенно вот известковый переостит сливается с костью и кость становится увеличенной в объеме то есть гиперостоза измененная. Таким образом повторяясь за счет хронического воспалительного процесса прежде всего в над костнице в комбиальном слое который повторяя откладывается известь и постепенно этот переостит известь содержащий сливается с поверхностью кости приводит к увеличению ее в объеме экзостоз это локальное раз разрастание нормальной костной ткани разрастание к наружу от критикального слоя разрастание таким образом к наружу от кости экзостоз и анастоз и анастоз наоборот разрастание в критикальном слое внутрь костно-мозгового канала переостит воспаление над костницы стоматология применительно к челюсти переостит и сейчас называют флюсом который клинически и визуально представляется в опухании десны сильной боли особенно при перкуссии переостит ринологически это осифицирующая повторяю над костница осифицирующая в области комбиального слоя ее ринологически представляется разнообразная по форме переостовом воспалительном процессе в виде линейного образования вокруг критикального слоя называется линейный переостит он может быть в виде одной линии это говорит об однократном воспалительном процессе в кости он может быть слоистым несколько линейных плотных образования вдоль критикального слоя каждое такое линейное уплотнение образуется при обострении процесса поэтому по количеству слоистого переостита по количеству слоев переостит мы можем определить сколько раз происходило обострение воспалительного процесса например в нижней челюсти или в трубчатых костях и говорим больному что у вас было три обострения он вспоминает да было три и считает что перед ним врач бог по форме он может быть бахромчатым переоститом и слоистым переоститом при злокачных опухолях на границе здоровой надкосницы с опухолью образуется разрыв надкосницы так называемый симптом козырька и одновременно с этим наблюдается игольчатый переостоз переостоз игольчатый переостоз на наблюдается образование так называемых спикул иглоподобных уплотнений вертикально расположенных костей иглоподобных обыстренных обыстрей уплотнений вертикально расположенных костей это образуется вследствие того что злокачественная опухоль разрушая кость распространяется к наружу отодвигая надкосницу а сосуды питающие кости от надкосницы по мере смещения надкосницы к наружу удаление ее от критикального слоя эти сосуды истончаются удлиняясь и вокруг этих сосудов откладывается известь в виде тонких спикул это есть иглоподобный переостоз и к этим симптомам проявляющимся уплотнением костной ткани относится секвестрация образования секвестров секвестры это отторгнутые фрагменты костной ткани накротизированной омертвевшей вследствие нарушения питания омертвение происходит некроз кост постепенно накротические участки отторгаются от здоровой кости вокруг этих накротических участков кости и нормальной кости образуются грануляции которые видны в виде просветления и таким образом омертвевшие участок костной ткани отторгнут отторгнуты от кости располагается в секвестральной коробке в которой обязательно имеется гной то есть хочу подчеркнуть что секвестр всегда свидетельствует об активном гнойном воспалительном процессе в костях на ринограмме видна секвестр виден в виде тени вокруг которого имеется просветление секвестр секвестр секвестральной полости оценок конверт космос в виду костях ткани на скобы от окружающей костной ткани и секвестр от окружающей костной участок костной ткани, а на кратизированные участки неотделенно от кости видны в виде более плотных участков кости с нечеткими контурами и неровными краями. Воспалительность заболеваний зубов и челюстей, рентген-диагностика кориоза и пульпита. Кориозное поражение зубов и челюстей является наиболее распространённым патологическим процессом, наиболее часто встречающимся патологическими изменениями в зубах. В зависимости от глубины разрушения ткани зуба различает кариоз поверхностный, средний, глубокий. Ренологическим признаком кориозного поражения является наличие дефекта, наличие дефекта зубной ткани, различной локализации, различные величины и формы. Контур таких дефектов обычно неровные. Могут быть маленькие кариозные участки, особенно расположенные на щёчной, язычной и жевательной поверхностях. Они могут оставаться невидимыми. В 1986 году Эспелит и Твеит предложили ренологическую классификацию глубины кариозных дефектов. Здесь на схеме представленных локализаций различная. Вот от схемы зарисуйте. С обозначением обязательно поверхности кариозного поражения и глубины поражения кариозного процесса. В виде К1, К2 и так далее. К5. Чем дальше, тем больше поражается выйти поверхность и глубина кариозного процесса. В последнем К5, вы видите, кариозный процесс дошёл до пульповой полости. К1 полость располагается только в пределах эмали. И занимает не более половины ширины слоя. К2 поражает слоя эмали. Уже вы видите, более глубоко расположенная. Поражает слоя эмали на половину ширины. Но не доходят до эмалево-цементной границы. К3 кариоз эмали дентина. К4, при котором дефект занимает не менее половины твёрдых тканей, доходит до полости зуба. К4, узурирующий слой дентина, больше чем на половину его ширины, но не сообщащийся пока с полостью зуба. И К5, кариозный дефект, проникающий в полость зуба. И поражающий почти всю поверхность зуба. Эту классификацию целесообразно использовать, применять в клинической практике, при описании рентгенограмм. Прогрессирование процесса, вы видите на К5, приводит постепенно, в конечном итоге, проникновение этого процесса деструктивного в полость пульпы, и приводит к развитию пульпита. Рентген-диагностика периодонтитов. По клиническому течению различает периодонтиты острые и хронические. Хронические рентген-диагностика острого периодонтита не имеет большого значения. Важное значение имеет диагностика хронических периодонтитов. При котором происходит стойкие морфологические изменения в периодонте. В костных стенках альвеол. В цементе корня, подчеркиваю. В общеном веществе около верхушечного отдела альвеолярного отростка кост, челюсти. В зависимости от морфологических, анатомических изменений различают первое, хронический гранулирующий периодонтит. Второе, гранульматозный периодонтит. Третий, фиброзный периодонтит. Вот здесь представлены на ринограммах изменения в области верхушки зуба. Хронический гранулирующий периодонтит. Образуются у верхушки зуба. Вначале разрушаются компактные пластинки лунки зуба. Затем и губчатое вещество около верхушечной области. Патологический процесс при этом распространяется инфильтративно. Эринологическая картина. Здесь видны изменения в области верхушек зубов. То же самое вы видите расширение периодонтальной щели. Вот эту схему зарисуйте. Первый, хронический гранулирующий периодонтит. Вторая схема обозначает хронический гранулируематозный периодонтит. И третий, хронический фиброзный периодонтит. Зарисовать схему. Рентгенологический хронический гранулирующий периодонтит представляется очагом деструкции неправильно округлой формы. Величиной от двух миллиметров до одного сантиметра в диаметре. Контуры такого очага всегда нечеткие. Гранулирующий периодонтит. Полость в области верхушки с нечеткими контурами. Замыкательная пластинка в области верхушки корня зуба разрушена. И поэтому на снимке не дифференцируется. Деструктивный процесс может распространяться на альвеолы соседних участков зуба. А в многокорневых зубах на межкорневую костную перегородку. Частичному разрушению резорбции иногда подвергается и корень зуба. Второй хронический грануломатозный периодонтит гранулема сопровождается развитием гранулиционной ткани в переопекальной области видите, четко очерченная вокруг которой формируется фиброзная оболочка которая делает более четко очерченную разрушенный участок кости и корня зуба за счет фиброзной оболочки. к наружу от этой фиброзной оболочки костная структура челюсти уплотняется образуя как бы второй барьер вместе с фиброзной оболочкой отделяющий очаг поражения от здоровой кости. На ринограмме видите, эти изменения проявляются очагом деструкции у верхушки зуба которая от очаг деструкции в отличие от веранулирующего периодонтита имеет правильную форму округлую или овальную с подчеркнуто четкими контурами, краями там не четкий контур был четкость контура вам понятно обусловлена уплотнением костного вещества и фиброзной оболочки нередко наблюдается разрушение верхушки зуба третий хронический фиброзно-перидонтит хронический фиброзно-перидонтит тринологический проявляется здесь особо хочу расширение передонтальной щели на всем протяжении вот справа и слева вы видите нормальный передонтальный щель а в центре вы видите хронический фиброзно-перидонтит у зуба передонтальная щель расширена на всем протяжении не только у верхушки замыкательная пластинка утолщена уплотнена но нигде не прерывается корень зуба особенно вы видите здесь ну от вас это справа корень зуба утолщен уплотнен деформирован имеете видите волнистые контуры но как правило это контуры четкие зарисовали парадонтит воспалительный процесс в костной части парадонта возникает вторично при переходе воспаления из мягкой ткани эринологический исследование позволяет первое выявить изменения в вольволярном отростке на различных стадиях развития патологического процесса позволяет позволяет наблюдать за скоростью прогрессирования заболевания позволяет контролировать эффективность проводимых лечебных мероприятий для этих целей производится либо внутриротовые либо экстраоральная рентгенограмма а также возможно панорамные снимки челюстей по степени выраженности выделяет четыре стадии деструкции альвалиарного отростка по отношению к длине корня зуба первая степень оголения одной третьей корня зуба вторая степень обнажения одной второй корня зуба третья степень больше одной второй и четвертая полное разрушение стенок альвеолы у многокорневых зубов различает три степени выраженности изменений первое обнажение до начала бифуркации второе обнажение бифуркации на одну треть и третье обнажение до верхушки корней на схеме представлен здоровый зуб и пародонтит видны пародонтальные карманы и налет бляшки и зубной камень здесь здоровые зубы легкий пародонтит средний пародонтит тяжелый пародонтит схематическое изображение зарисуйте верхнюю часть а внизу видны рентгенограммы с различной степенью поражения пародонтит зубов пародонтоз относится к хронически протекающим дистрофическим процессом в альварярном отростке при интактных зубах в альварярном отростке при интактных зубах рентгеногически отмечается уменьшение высоты межзубных перегородок с одновременной перестройкой костной структуры костные балки утолщаются костно-мозговые пространства уменьшаются поэтому костный рисунок представляет приобретает мелкопетлистый вид замыкательные пластинки гребней межзубных перегородок и лунок зубов часто уплотняются луна здесь видны реологические проявления при парадонтозе. Рентген-диагностика остомелита рентген-диагностика остомелита челюстей. Актуальность проблемы заключается в том, что остомелит челюсти представляет собой инфекционный гнойно-анокротический процесс, который развивается в кости и окружающей ткани на фоне предварительной сенсибилизации и нейрогуморальных звигов, предшествующих заболеванию. Актуальность рентген-диагностики остомелита обусловлена высокой частотой диагностики развитием следующих осложнений это флегмона в мягких тканях челюстно-лицевой области то есть гнойник возможно медиастенит который часто заканчивается летальным исходом возможным развитием сепсиса с летальными исходами по течению остомелит может быть острый или первично-хронический атипичная форма остомелита вызывается как правило стафилококками пневмококками в зависимости от путей проникновения гнойной инфекции в кость прежде всего костно-мозговой канал различает гематогенный то есть эндогенный остомелит и негематогенный экзогенный остомелит от механизма проникновения инфекции различает экзогенный остомелит огнестрельный посттравматический послеоперационный и в стоматологии различает так называемый контактный остомелит который наблюдается при подбородочном фурункулезе когда инфекция из фурункулов мягких тканей контактным путем проникает в кость на первом месте стоматология различает аддонтогенный остомелит когда инфекция проникает в челюсть из пораженных зубов кариозным процессом пульпитом янгивитом пардонтитом в 93% случаев в стоматологии поражается нижняя челюсть ренологические и клинические различают острый остомелит при котором особо обращаю внимание ренологические изменения проявления при остром остомелите возникает несколько позже чем клинические проявления то есть ренологические изменения при остром остомелите обычно фиксируются в конце второй недели не раньше поэтому здесь рентген диагностика запаздывает и у стоматологов при подозрении на остомелит челюсти да который проявляется выраженным болевым процессом не надо спешить на назначение рентгенограммы так как повторяясь рентгеногические изменения могут быть выявлены в конце второй недели в виде пятниста остопороза и линейного переостита поэтому не спешите направлять больного подозрением на остомелит на четвертый пятый день в рентген кабинет на рентгенограммы потому что рентгенолог напишет не показано и стоматолог должен усвоить почему не показано повторяю потому что рентгеногические пока изменения не видны первые симптомы видны в конце второй недели в виде пятниста остопороза это ранняя перестройка мы говорим уже костной ткани при заболеваниях и линейного переостита который обнаруживается в виде тонкой линейной тени идущей параллельно нижнему краю наружному краю челюсти рентгеногические это вторая конец второй недели когда при воспалении надкостницы в компиальном слое я уже говорил откладывать соль и извести рентгеногические картина позволяет выявить не только изменения пораженной кости но и изменения в зубах чаще всего в виде хронического гранулирующего или гранулирующего иногда гранулирующего передонтита рентгенодиагностика острого адентогенного остомелита клинические изменения на третьих и четвертых суток отмечать явление ограничить аэрилогические изменения в кости 10-14 день здесь видны очаги остеопороза в область корней зубов и внизу видно передонтальная отмечается переостит при подостры остеопороз стадии отмечается рентгенологическая картина в виде полиморфных изменений в челюсти наряду наряду с остеопорозом переоститом в этой стадии подостры отмечается наличие секвестрации пораженной челюсти то есть образование отторгнутых фрагментов накротизированной костной ткани это является главной особенностью образования секвестров отличающая острую стадию остомелита от подострой стадии рентгенологически сейчас вы увидите на схеме секвестры представляются в виде плотных образований на фоне очагов деструкции вот здесь зарисуйте это это уже подострый остомелит вы видите секвестры это плотное образование вокруг которых имеется полость обозначение первое и главное при подостром остомелит уже вот цифра 2 обозначает наличие уплотнения участка в кости в нижней челюсти в виде остеосклероза там виден челюстно-лицевой канал подостры стадии от андогенного остомелита здесь вот видно справа особенно большой секвестр слева видны очаги деструкции в виде просветлений и очаги уплотнения хронический аддонтоген остомелит как правило продолжаются заболевания уже больше одного месяца сопровождаясь наряду с вышеперечисленными симптомами особенно с наряду имеющими отторнутыми секвестрами нередко образование свящей через которые отделяется гнойное выделение характеризуется наряду с деструктивными процессами и развитие морогенеторных процессов костообразующих процессов то есть развитие остеосклероза различной степени выраженности в зависимости от длительности течения процесса одновременно с этим при хроническом адентогенном остомелите наряду повторяю с секвестрами с остеосклерозом с деструкцией отмечается гиперостоз то есть деформация челюсти в виде утолщения и множественно повторяю деструктивные изменения вот хронический остомелит первая деструкция зарисуйте в виде просветления второй линейный секвестр в виде линейного просветления уплотнения это отторгнутый фрагмент костной ткани накротизированной накротизированной и третье что очень важно я уже говорил явление остеосклероза кости образовательных процессов при хроническом остомелите обратите внимание на разрушение зуба речь идет об адонтогенном остомелите причина которой является поражение зуба здесь представлены ринограммы вы видите вот от нас справа с вами большой секвестр уплотнение в нижней челюсти белое вокруг секвестра полость крупный секвестр и участки остеосклероза вокруг этой деструкции то же самое представлено на снимках на препаратах различных да при хроническом остомелите может быть посттравматический остомелит о нем мы скажем чуть позже при котором наблюдаются травматические повреждения челюсти расширение линии перелома деструкция краевых отделов отломков мелкие секвестры в области линии перелома посттравматический остомелит о нем я скажу чуть позже покажу хронический посттравматический остомелит на препарате секвестры а слева линия перелома расширена с гладкими контурами травматические повреждения зубов и челюстей следующий раздел релома релома и челюстей при подозрении на травмы и при травматических повреждениях челюсть в лицевой области являются обязательными. Обязательными. Они позволяют релогические исследования определить наличие и локализацию перелома. Число и положение смещённых отломков, осколков. Наряду с изменениями в челюсти, релогические исследования позволяют определить состояние корней зубов и лунки зуба. Также релогические исследования позволяют оценить правильность сопоставления отломков, динамику течения переломов, снимки челюсти в этих случаях выполняют через одну-две недели. Срастание отломков. Снимки через 2-3 месяца. Она иногда и позже. Распознавание переломов в челюсти основывается на двух главных ренологических симптомах. Первая – это линия перелома. И второе – смещение костных отломков. Линия перелома на ренограмме представляется в виде просветления с нарушением целостности кости на всём протяжении. Это очень важно. С нарушением целостности кости на всём протяжении. И второй ренограмм – это смещение костных отломков. Переломы челюсти происходят обычно в анатомически слабых местах. Поэтому они часто отличаются типичностью расположения. В нижней челюсти – это область область угла и тела на уровне клыков и маляров. В области шейки – мысчелковая отростка. В нижней челюсти типичные переломы в чистом виде. Описано лифором. Который различает, описал три типа переломов. Полифору. Первый тип – полифору перелома верхней челюсти проходит в области нижней стенки гаймаровой пазухи. Второй тип перелома, линия перелома проходит через корень носа. Затем по медиальной стенке глазницы. Верхняя челюсть при этом типе перелома вместе с носовыми костями. Как видно на данной схеме, отделяется от основания черепа. Лифор-2. Видите, вот верхняя челюсть отделяется от лицевой части черепа боковой проекции. Лифор-3. Линия перелома проходит в области нижней стенки глазницы. Переходит на ее наружную стенку. Захватая постепенно шкуловую кость. Здесь представлена схема перелома по типу лифор-3. Есть схематические изображения этих типов перелома верхней челюсти. В нижней челюсти зарисуйте эту схему. Вот типичное расположение переломов в нижней челюсти. Чащие в области угла в начале восходящей части нижней челюсти и в область подбородка. То есть логические исследования хочу подчеркнуть являются важными как в выявлении наличия переломов так и характеристики этих переломов. Наиболее рано выявляется при переломах наличие линий перелома с нечеткими контурами отломков. Острые концы имеются в отломках. В дальнейшем контуры отломков становятся гладкими. Здесь представлена схема. Зарисуйте переломы линий перелома в виде просветления первое обозначение в виде просветления нарушения целости кости на всем протяжении. И второе смещение отломков имеется отломок костный в области линии перелома. Схематически переломы представлены в данном случае мы видим линии перелома четкими контурами. Схема вторая отмечается уже в отломках в краях имеются очаги деструкции в виде просветлений. Граница деструкции четкие. И вот третий тип уже старый перелом, отмечается линия перелома в виде просветления очаги деструкции и секвестры. Это значит речь идет об осложнении перелома хроническим остомелитом посттравматическим. Посттравматическим остомелитом. перелом нижней челюсти вы видите слева внизу на ринограммах. Я повторяюсь на зачете вам будут представлены воспалительные изменения обхлевые о которых пойдет речь на следующей лекции и посттравматические различные поражения челюсти нижней и иногда верхней. Боковой проекции мы видим тоже наличие линии перелома в виде просветления. Перелом нижней челюсти подбородочного участка нижней челюсти слева тоже в виде просветления. Перелом нижней челюсти со смещением отломков справа вы видите вверху а справа внизу мы видим там линии перелома и наличие секвестров в области перелома то есть осложненный перелом остомелитом с образованием секвестров. перелом нижней челюсти с обеих сторон справа и в подбородочном участке кости видите да хорошо рентгенограмма представляет линии перелома в области подбородочного отдела нижней челюсти слева и в области угла нижней челюсти справа больной стоит к нам лицом то же самое вы видите здесь справа в область угла перелом нижней челюсти перелом нижней челюсти с осложненной с образованием уплотнения отростков перелома с обеих сторон и несрастанием этих отростков то есть с образованием ложного сустава таким образом переломы характеризуются осложнением в виде посттравматического остомелита для которого характерны те же самые симптомы что для остомелита вообще это остосклероз деструкция гиперостоз спириастит и второе осложнение образования ложного сустава который требует повторного дополнительного хирургического вмешательства перелом зуба это нарушение целостности зуба тоже на всем протяжении травма зубов может сопровождаться разрушением лунки зуба переломы альвалерного отростка или челюсти здесь представлены переломы зубов схематически в различных участках а здесь представлена рентгенограмма перелома зуба зарисуйте схему первой линии перелома и второй симптом перелома я уже говорил смещение отломков линии перелома повторяю это нарушение целостности кости в данном случае зуба на всем протяжении если отмечается просветление не на всем протяжении речь идет о трещине он надломе здесь сустав верхнечелюстной схемы зарисуйте первая суставная впадина второй суставной бугорок челюсти третья головка мышел квад ростка смещена кпереди кпереди смещаюсь кзади не сместиться поэтому вправление требуется смещение смещенное верхней челюсти кпереди кзади вот в область суставной впадины необходимо поместить головку мышел кого-троска смещенного кпереди здесь схема перелома верхушки зуба справа вы видите это ринограмма оригинальная перелом зуба и осложнение в виде образования флегмоны вокруг перелома вот видно в виде просветления темное ограниченное благодарю за внимание за внимание за внимание за внимание